...в этой конференции и продемонстрировать некоторые свои данные, данные нашего центра по поводу того, как мы думаем лечить пациентов с ранним заболеванием желудка с наличием микросателитной нестабильности. Понятно, что настолько 15 минут и объять необъятное невозможно, но буквально 6 слайдов, которые продемонстрируют идею, а чего мы хотим добиться. Первое, получается, это для всех известный на сегодняшний день стандартом является переоперационная химиотерапия. Вот вы посмотрите на эти квадратики, на эти прямоугольнички, как в динамике, начиная только с хирургического лечения, дальше монотерапия, дальше Каннинг придумал трехкомпонентную схему и модный флот. И мы помогаем на сегодняшний день, видите, получается, всего лишь 45% больным. Это стандарт, да, но продолжительность жизни этих пациентов оставляет желать лучшего. И следующий этап, получается, в поиске определенных биомаркеров. Биомаркеров по аналогии, только что сессия была, да, заболевания легкого, раз биомаркера, заболевания молочной железы, заболевания колоректальные. Мы пытаемся поделить и выделить того пациента, где будет максимально правильное лечение с наибольшей эффективностью с точки зрения продолжительности жизни. Вот это самое главное. И отсюда, получается, есть определенная подгруппа этих больных с изменением в системе репарации. Это называется микростелитная нестабильность. И на сегодняшний день, получается, есть определенные тесты, которые дают возможность нам этот дефект определить. Отсюда, получается, есть подгруппа пациентов. И мы предполагаем о том, что для этой подгруппы будет максимальный эффект на фоне иммунотерапии. Почему? Много антигенов. Очень иммуногенный опухоль. И в этой ситуации буквально несколько слов для того, чтобы проверить эти данные для метастатической формы. Для иллюстрации. Посмотрите, немного пациентов с микростелитной нестабильностью вообще. И какой разный объективный ответ опухоли на лечение только на фоне иммунологических препаратов. Мы понимаем, что достижение максимального эффекта для иммунотерапии может коррелировать с продолжительностью жизни. Вот в этом идея. И посмотрите, есть опять же мишень. Есть эффект с точки зрения диссиминированной опухоли. Отсюда получается, в качестве резюме для метастатического процесса мы получили определенные теоретические данные. Что касается дальнейшего шага. Мы уходим все в ранний рак. Мы понимаем по аналогии с заболеванием молочной железы. Полный патоморфологический регресс, корреляция с продолжительностью жизни. Для этого вся агрессия в нео-одюванте. Для того, чтобы получить отсутствие опухолевых клеток. То же самое для колоректального рака. Когда ты пытаешься на фоне нео-одюванта получить полный регресс, это будет коррелировать с продолжительностью жизни. Отсюда получается и наша идея. В том, чтобы для заболевания желудка получить полный регресс и попытаться максимально повлиять на продолжительность жизни. Отсюда что происходит в теории. В теории эти ряд исследований, которые были за последнее время. Они все достаточно гетерогенные. И посмотрите, лишь в некоторых из них оценивается подгруппа больных с микросателлитной нестабильностью. Вот это главное. Второе получается, для этой подгруппы предлагается много схем. Химиотерапия, химиолучевая терапия, химиоиммунотерапия. А вот моноиммунотерапия предлагается в небольшом проценте случаев. Но посмотрите, насколько частота полных патоморфологических регрессов на фоне иммунотерапии увеличивается. В этой ситуации это меньшая токсичность. Мы с вами знаем, у нас большой опыт, да, все-таки назначения иммунологических препаратов. И при этом мы можем получить такой эффект. С точки зрения любимых рандомизированных исследований. Опубликованы в январе, 23-й год, данные второй фазы. Посмотрите, пожалуйста. Небольшое число циклов иммунологических препаратов при наличии МСАИ для раннего заболевания желудка. И посмотрите, какой полный патоморфологический регресс после операции. Для нас, конечно же, очень интересны те больные, которые не прооперированы. И у них продолжается эффект. Даже без операции. Вот о чем речь. При наличии признаков микростеритной нестабильности. Если мы обратим внимание, здесь всего лишь 15 месяцев наблюдения пока. Максимальные данные в литературе сейчас это 22-21 месяц исследования Infinity, которые Триви Дурова на сегодняшний день опубликовали. И там 60% больных, 9 из 15, с полным патоморфологическим регрессом на фоне только иммунотерапии. Что у нас? Мы, видите, взяли за 4 года данные нашего центра и посмотрели, а сколько же больных вообще с заболеванием желудка с микростеритной нестабильностью. Оказалось, их 43. 7%. В принципе, это соответствует данным литературы. Недавно из Вьетнама пришла статья на рецензию. Там почему-то 33% у них микростеритной нестабильных опухолей. Ну, как бы, вот 7% это примерно та цифра, которая встречается в мире. При этом, видите, получается, мы взяли определенную подгруппу местно распространенная. То есть ту, которую мы могли бы взять на флот традиционный или выполнить хирургическое вмешательство. И оказалось, что 18 больных это с микростеритной нестабильностью местно распространенных. Отсюда есть равное распределение по полу. Хотя мы понимаем, что клинические характеристики у кого может быть микростеритная нестабильность? Женщина, дистальный рак, диффузный тип. Вот. И старшая возрастная группа. У нас, видите, немножко данные отличаются. С точки зрения стадии, в основном-то пациенты были 2-б стадии, видите, с и большим размером опухоли, ДОТ-4, и с измененными лимфатическими узлами. Вот это важно. С точки зрения определения микростеритной нестабильности, два метода. И видите, равно мы определяем. И иммуногистохимически, и по данным пациентам. В итоге. В итоге, получается, эти пациенты начали иммунологические препараты. В силу определенных рутинных причин, видите, некоторые получали одну грунт, одни волома, другие пембролизума. Вот этих вообще мы могли заменить. Сначала делали ниволума, потом поменяли на пембролизума. И в этой ситуации среднее число циклов, которые на сегодняшний день сделали, это 6. При этом в разных дозировках. Надо отметить, что ряд пациентов, они получали химиотерапию, хотя бы один цикл в ход, пока мы ждем результат. То есть мы не откладывали до получения результатов этого анализа. В итоге посмотрите, какой клинический эффект. Эффекты имеются в виду гастроскопия, КТ и ПЭТ-КТ. То есть фактически из 18 больных 16 ответили на фоне только иммунотерапии. Подчеркиваю, это отличается от флота. И, собственно, 11 пациентов на сегодняшний день мы прооперировали. Трое у нас пока находятся под наблюдением. Один объективно из-за противопоказаний. И двое, получается, отказались от выполнения хирургического вмешательства, потому что был хороший эффект по данному обследованию. Фактически полный регресс. И посмотрите, что самое главное. Оказалось, что 9 больных, это 50%, имеет полный фактически подморфологический регресс. Через 1, когда до 10% живых клеток, это по показателям продолжительности жизни сопоставимо с теми же пациентами, где ты не определяешь клеточки. Представляете, то есть получается, что введение иммунологических препаратов, регресс на фоне объективного исследования, и дальше оказывается нет опухолевых клеток в желудке. И в этой ситуации мы предполагаем, что это может коррелировать, конечно, с продолжительностью жизни больных. Важно определить взаимоотношения полного регресса морфологического и по данным обследования. Видите, по данным литературы, около 48-49% конкордантность. То есть, я что хочу сказать, полный метаболический регресс по ПЭТ, ты делаешь биопсию или делаешь операцию, а там будут живые клетки. Это будет не полный патоморфологический регресс. И второе, обратная ситуация. Есть увеличение лимфатических узлов по ПЭТ, СЮИ-7. Вы думаете, прогрессирование, прооперировали пациента. А гистологический, получается, на среде, там иммунная инфильтрация. Вот. Вот я об этом говорю. А в этих противоречиях, как определить тех пациентов, у кого мы можем, допустим, остановиться, и кого мы можем наблюдать. Это уже на будущее. В итоге, при наличии такого эффекта, дальше традиционно, больше психологически, пациенты получали одевантную терапию. Не все. То есть, ожидаемая эффективность, мы понимаем, что они очень высоко одевантную. Но часть получали. И дальше находились под наблюдением. И вот, посмотрите, на сегодняшний день, получается, медиана наблюдения 41 месяц у нас за пациентами. Максимальное в мире на сегодняшний день по этой подгруппе. Двое из этой подгруппы, они погибли. Погибли от ковида. Один пациент, второй от сопутствующей патологии. Признаков прогрессирования опухоли зафиксировано не было. Вот-то в чем идея. При этом важно отметить, что мы все привыкли говорить о том, что эффект на фоне иммунотерапии надо ждать. Ну, реализуется эффект иммунной системы. Это все должно, они должны сгрызть вот эти опухолевые клетки, когда активируются. А посмотрите, рандомизированные исследования зарубежные, которые показывают, это исследование показывает о том, что уже в течение двух месяцев, то есть фактически это первая оценка эффекта, достигается эффект опухоли. То есть мы говорим о предиктивном иммунологическом маркере для назначения вот этих иммунологических препаратов для достижения максимального эффекта. Ну, медианной продолжительности жизни этих пациентов не достигнуты еще, то есть они все живы, без признаков прогрессирования болезни. И отсюда вот эта теория, она так освежит немножко, клиническим примером опубликовали. Это все то, что сказал. Самые главные снимочки. Местно распространенный процесс рака желудка. Видите, образование в желудке и лимфатические узлы. И интересно, прооперировали. Видите, вот это ложа в желудке первичной опухоли. И это под микроскопом. Под микроскопом, получается, у нас есть только макрофаги, только тучные клетки и только лимфоидная инфильтрация. Полная регрессия. Самое интересное, что на сегодняшний день, Т3Н2, 55 месяцев без прогрессирования. Вот это самое главное. При этом себя чувствует достаточно неплохо. Никаких проблем в этом нет. И самое главное в этой ситуации, конечно, мы понимаем, что микроскопом, это нестабильность отдельный подтип. Мы должны и можем предложить на сегодняшний день определенный вариант терапии, эффективной терапии. Вопрос станет о предиктивных маркерах, которые скажут о том, что это. Реальный полный регресс. Или нам еще нужны какие-то дополнительные маркеры, для того, чтобы сказать. И в будущем, может быть, не оперировать эту подгруппу пациентов. Спасибо. А, секунду, секунду. Это только теоретическая часть. Да, а дальше, да, дальше. Татьяна Юрьевна предложила определенную игру. И вот, собственно, после вот этих эмоциональных слов вопрос, вопрос к аудитории. Какая же все-таки оптимальная предоперационная терапия у больных раком желудка с микросателлитной нестабильностью? И вот здесь, пожалуйста, стандартный флот химии и иммунотерапии. То есть, как мы любим, моноиммунотерапия на сегодняшний день, такая имеющая право на существование. Либо что-то другое. Сразу операция, допустим, или лучевая терапия. Пожалуйста. Стол номер один. Мы должны продиктовать ответы или нет? А, посмотрите. А, вот. Раз, два, 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 Б, С, С, С. Не вижу. Шестой стол, С. Значит, не зря, не зря, не зря, не зря прочитали сообщение моноиммунотерапия. Отсюда было, видите, задание о том, чтобы спросить и задать этот вопрос у нейросети. Я, честно говоря, взял только нижнюю часть ответа, потому что она, если поверьте мне на слово, просто когда я внес этот вопрос в это поле, они, искусственный интеллект начал описывать, что такое моноиммунотерапия, что такое комбинация, что такое химиотерапия. И дальше, вот, пожалуйста, таким образом, таким образом, безусловно, видите, получается, что определенная клиническая ситуация, определенная, должна быть такой индивидуальный подход, должны быть дополнительные маркеры к тому, чтобы выбрать тот или иной вариант лечения. И принципиально на сегодняшний день какого-то однозначного ответа нейросеть не дает. Мне кажется, что для вот этой группы, видите, я тоже ответил С, потому что все-таки думаю о том, что для заболевания желудка, для местно распространенного процесса наличие вот этого предиктивного маркера, это повод для назначения нетоксичного максимально эффективного лечения. Поверьте, то все-таки на фоне химии иммунотерапии или химиотерапии в этой подгруппе мы не видим столько такой эффективности. Важный момент что? Что подобная эффективность, она, конечно, может коррелировать и с продолжительностью жизни пациентов. Собственно, это наша цель. Поэтому спасибо. А можно я...